На этой неделе мы с вами изучаем недельную главу, которая называется Кито-Це. Это книга Дворим или книга Второзакония, 21 глава с 10 стиха по 25 главу, 19 стих. И когда мы открываем нашу недельную главу, то нам сразу, когда начинаем ее изучать, кидается в глаза огромное количество Божьих заповедей, огромное количество каких-то постановлений, запретов, разрешений. И если до этого мы читаем, как-то идет оно более, какие-то есть истории, все, то тут идут заповеди. Начинаются заповеди и идет количество большое заповедей. И зачастую нам, как верующим Нового Завета, которые знают, что мы не под благодатью, а не под законом, нам кажется, зачем такое количество непонятных этих заповедей вообще нужно. Иногда эти заповеди нам даже кажутся нелепыми какими-то, непонятными. И думаешь, ну зачем, к примеру, знать о том, что когда ты идешь и увидел мать с птенцами, то ты можешь забрать только птенцов, а мать должен не трогать. Думаешь, ну зачем это надо верующему вообще человеку? И действительно, мы иногда, когда поверхность начитаем, понимаем, что как-то оно не укладывается, для чего это. Но вы знаете, я хочу сказать, что у Бога нету таких ненужных вещей. Все вот эти вот маленькие крохи того, что говорит Бог, когда мы начинаем это изучать, когда мы начинаем об этом задумываться, мы понимаем, что это те мелочи, которые формируют характер человека. И мы знаем, что общество, оно состоит из людей, народ состоит из людей. И вот Бог, Он в этих мелочах, Он формирует характер каждого человека для того, чтобы его народ, это был особенным народом. Потому что для нас с вами не секрет, и мы знаем, что Израиль, это был народ, отделенный Богом для определенных целей. Это народ, который должен был быть светом для других народов, нести Божьи заповеди, Божий уклад мышления, иметь Божий ум. И мы с вами это знаем. И я хочу сказать, что в наше время ничего не изменилось. Все происходит так же, как было в то время. Исполнение Божьих заповедей, оно предавало Израилю и предает Израилю Божий характер и Божий ум. В наше время, время Нового Завета, так же само мы, благодаря жертве Ишуа, соединенные евреи и неевреи в один народ, мы так же само должны иметь ум и характер нехристов. И я хочу прочитать вам 2 Коринфянам, 3 глава, 2-й, 3 стих. Апостол Павел пишет, что вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. И, друзья, я верю, что как раз углубленное изучение Торы, оно поможет нам быть этим письмом читаемым. Потому что, казалось бы, в этих маленьких моментах мы находим отношение Бога к разным ситуациям. Потому что мы с вами знаем основные две заповеди – возлюби Бога, возлюби ближнего своего, как самого себя. Но как возлюбить? И вот Тора, она как раз и учит тому, как, что значит возлюбить ближнего, как самого себя. Но давайте вернемся к нашей недельной главе. Как я сказал, в этой главе очень много заповедей. 74 заповеди. Представьте, на секундочку, это девятая часть всех заповедей Торы, она заключена в одной главе. Это очень много. Из них 27 постанавливающих заповедей и 47 запрещающих. Ну, и как вы сами понимаете, обо всех поговорить у нас просто не хватит времени. Если рассказать, о каких заповедях говорится, надо прочитать всю главу, потому что вся глава как раз она вмещает и говорит непосредственно только об этих заповедях. Но я хочу, чтобы мы остановились на некоторых. И вы знаете, изучая данную недельную главу, я действительно начал понимать то, о чем написано в 1 Иоанна, в 5 главе, в 3 стихе. А написано там следующее. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки. И вы знаете, заповеди Божьи действительно не тяжки. Изучая нашу недельную главу, мы понимаем, что Всевышний, Он очень хорошо знает свое творение. Он знает его слабые черты, Он знает его сильные черты характера. Он знает, и в некоторых моментах Он дает человеку такую небольшую слабинку. Но, конечно, она не граничит с грехом. Но, зная природу человека, Он дает человеку возможность, чтобы он смог пройти это. Потому что Бог, Он никогда не даст человеку сверх сил. И вы знаете, наша недельная глава начинается с заповеди как раз о женщине, захваченной в плен. Где, ну, вы можете почитать, я не буду акцентировать внимание на этой заповеди сильно, но там смысл того, что мужчина может взять женщину после военных действий вне Израиля, если она ему понравилась. Но ему надо сделать определенные правильные шаги. Почему? Потому что Бог, Он знает природу мужчины. Ну, представьте на секундочку, мужчина одержал победу, он завоеватель, он сильный, видит женщину. Он понимает, я как победитель, я имею право. Я имею право. Но Тора говорит, да, ты имеешь право, но тебе надо месяц подумать. И дает определенные повеления. Не дается четкого запрета. Потому что этот запрет, он может надломить человека. Но говорится, да, тебе разрешается, но сделай то-то, то-то и то-то. И, ну, я не буду сегодня останавливаться на этой заповеди, потому что я уже эту главу комментировал, и как раз комментировал о этой женщине, захваченной в бою, и о буйном сыне. Поэтому я хочу поговорить о другом. Давайте мы откроем сегодня 22 главу с 13 по 21 стих. Я хочу, чтобы мы прочитали заповедь. И, если позволит время, поговорим еще о разводном письме. Так. Если кто возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и постит о ней худую молву, и скажет, я взял с ее жену и вошел к ней, и не нашел у нее девства, то отец отроковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства отроковицы к старейшинам города, к воротам. И отец отроковицы скажет старейшинам, дочь мою я отдал жену сему человеку, и ныне он возненавидел ее. И вот он возводит на нее порочные дела, говоря, я не нашел у дочери твоей девства, но вот признаки девства дочери моей, и расстелют одежду пред старейшинами города. Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его, и наложат на него сто сиклей серебра пени, и отдадут отцу отроковицы за то, что он пустил худую молву о девице израильской. Она же пусть останется его женою, и он не может развестись с нею во всю жизнь свою. Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют камнями до смерти, ибо она сделала срамное среди Израиля блудодейство в доме отца своего, и так истреби зло из среды себя. Это заповедь предупреждающая. Интересная очень заповедь. Она предупреждает. Я назвал эту заповедь для себя заповедь джентльменства. И давайте мы попытаемся посмотреть и разобраться, что же это такая за интересная заповедь. И вот в случае, если женщина имела таки связь до брака, ее побивали камнями. Но вы знаете, делали это при одном условии. Побить камнями могли только лишь, если было два или три свидетеля, которые видели то, что она это делала. Момент того, откуда мы это понимаем и берем. Потому что только недавно буквально мы изучали недельную главу во второй законе, и в 17 главе в 6 стихе писалось, что на смерть человек может отдаваться только лишь, когда будет два или три свидетеля. По-другому нельзя. Но давайте посмотрим, ну как бы тут понятно, если женщина таки, да, и есть свидетели, ее побивали камнями. Но если в случае, если женщина не имела связи до брака, то представьте себе на секундочку уровень морального падения этого мужчины, который готов, он наводит эти слухи, и он готов, чтобы невиновный человек был побит камнями. Представьте на секундочку, да. И интересно то, что это не просто какой-то посторонний человек. Это человек, с которым он, во-первых, женился, и с которым он прожил определенный период времени. Если мы посмотрим на начало стиха, написано, если кто возьмет жену, войдет к ней и возненавидит ее, и может показаться, да, взял жену, вошел и возненавидел, но такого не бывает. Ну, это нереально. Ну, согласитесь, что взял, вошел и тут же возненавидел. Это процесс. В том, что он ее возненавидел, процесс, если она нормальная, если действительно у нее есть признаки девства, он не может ее просто так возненавидеть, потому что он берет эту жену и женится, у него есть возможность этого не сделать. но он берет и возненавидит. Это говорит о том, что у этого есть процесс, у того, что происходит в его сердце. И толкователи Торы, они сходятся как раз во мнении, что вот у этого внутреннего состояния этого мужчины как раз-то и есть процесс. И нарушение одной заповеди, оно приводит к нарушению второй заповеди, а нарушение второй заповеди, оно приводит к нарушению третьей заповеди. Начинается, скажем так, все взаимосвязано. И получается, что человек начинает с того, что он не исполняет заповедь возлюбив ближнего. Потом в его сердце получается ненависть. И ненависть, она приводит его к тому, что он готов пойти на убийство. Понимаете? Убийство не сразу рождается в его сердце. Постепенно один грех, дополняя другой, приводит к тому, что он в своем сердце готов пойти на убийство. И в этой заповеди интересен процесс решения самого вопроса. Мы видим, что если такое происходит, то отец и мать должны показать признаки девства. Да? Но как это возможно? На секундочку. Вот как показать признаки девства? Когда прошел период времени, да, есть в определенных народах, там вот в цыганских народах после первой брачной ночи, там простыню вывешивают во все увидения, там, но если прошел период времени, как показать признаки девства? И написано, что этими признаками девства является одежда этой отроковицы. Как же нам понять данный момент? И этот отрывок, это один из немногих отрывков, где написанное, оно не несет прямого указания, как поступать. И еврейские мудрецы, они пришли к такому мнению, что данная заповедь, она говорит о том, что данное дело, оно должно быть очень тщательно исследовано. В практике приводились родители. Родители смотрелись, какая это семья, что это за семья, как воспитывалась девушка, круг ее общения. Приводились соседи, друзья, которые говорили, что да, это порядочная девушка. И если не было свидетелей, которые говорили обратное, и не была доказана вина этой девушке, то что происходило? После тщательного изучения мужчина, он наказывался. Но наказывался каким образом? Наказывался он 39 ударов кожаными ремешком ему давали. И мы читаем, что он должен был родителям возместить моральный ущерб и быть женщиной до конца дней своей жизни. Но возникает вопрос. Да, это все интересно, конечно. Но как же это касается нас? Да? В принципе, оно-то интересно толковать или все. Но как оно касается нас? И в наше время ведь нельзя никого побить камнями. Ну и в принципе, если разобраться, то в нашем обществе к небрачным связям тоже изменилось мнение. Ну, это в обществе. У Бога мнение не изменилось к этому вопросу. И скажу, что эта заповедь, она показывает, что в любом случае, несмотря ни на какие обстоятельства, во-первых, мужчина должен оставаться мужчиной. И во-вторых, что даже если взаимоотношения людей, они каким-то образом не слаживаются, это не говорит о том, что надо распускать друг к другу худой молвы. Ни в коем случае. Потому что опять идет процесс нарушения. К сожалению, это, нет, слава Богу, что у нас этого часто не происходит. Но бывают все-таки случаи, когда люди рвут свои взаимоотношения и начинают друг на друга говорить нехорошие вещи. И вот это вот состояние, оно может привести к тому, что сердце человеческое, оно из любви превратится в ненависть. А ненависть, она может привести к тому, что если, видимо, человек не убьет, потому что нас скобьями не побивает, но внутренне он готов будет это сделать. А убийство, как мы знаем, это грех, витущий к смерти. И внутреннее состояние человека с таким сердцем, оно может привести к смерти духовной. И поэтому надо за этим вопросом наблюдать. И в этой заповеди интересна ответственность. Вот я уже немножко коснулся ответственности, которую несет мужчина, который соделал такое преступление. И мы видим, что помимо того, что он возмещает моральный ущерб родителям, он несет наказание, то помимо этого мужчина, он не может развестись с этой женщиной. Написано, что и он не может развестись с ней во всю жизнь свою. И вы знаете, что мне очень нравится в Божьем законе вот этот как раз принцип возмещения. Он не может развестись уже. Сделал худое, ты уже развестись не можешь. И я когда думал, вот вспоминал определенные Божьи постановления, законы, то мне вспомнилось местописание книга чисел 5 глава 6-7 стих. Написано, скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возрастят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. И вы знаете, этот принцип работает и в наше время. Если между нами происходят какие-то моменты, я считаю, это мое личное убеждение, которое основано на заповеди Торы, что недостаточно спритискать, дорогой брат, прости меня, и все. Я считаю, что надо приложить к этому пятую часть, потому что, если мы кого-то раним, в сердце человека остается рана какая-то, и надо постараться послужить этому человеку, так как мы видим, если мужчина, он нанес женщине такую травму через этот момент, то он уже не мог развестись, он не мог этого сделать. Понимаете? И важно понимать, что в наших взаимоотношениях, помимо того, что мы не имеем права, как говорится, друг о друга говорить плохо, но даже если это происходит, и ты понимаешь, потому что Бог тебя обличает в этом, то недостаточно прийти и сказать, прости, отмахнувшись, сделай шаг, чтобы это было прощение, и примирение. И вы знаете, вот мы коснулись вопроса, то что мужчина не имеет права развестись с женщиной, и я кратко в двух словах расскажу еще немножко о разводе. В нашей недельной главе написано в 24 в 24 главе написано о том, что если мужчина возьмет женщину, и она сделается ему, она не найдет благоволения в его глазах, в общем, если он захочет с ней развестись, то он может это сделать. Если эта женщина пойдет и женится второй раз, и опять-таки у нее брак не состоится, она разведется, то первый не может с ней опять жениться, об этом написано. но в этом вопросе интересен сам процесс, почему же можно развестись. И написано, если мы посмотрим, то написано, что если кто возьмет жену и сделается им мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. И вот вы знаете, когда мы читаем вот так вот поверхностно, кажется, что все просто, благоволение не нашла, ну нашел что-то противное, не нравится мне, как она красится, к примеру. Все, письмо написал, будь здорово, но вы знаете, это не так. Если посмотреть значение слова, что значит противное, потому что она не находит благоволение не просто так, а написано потому что он видит в ней что-нибудь противное, то значение слова противное, которое написано в оригинале, имеет значение срам на гота. Разводное письмо мужчина мог написать женщине только лишь в том случае, если она вела себя распутно. если была открыта ее нагота, не потому что она неправильно накрасилась, плохой суп сварила, ни в коем случае, только лишь по причине того, что она вела себя распутно, и этим открывалась ее нагота. Но, опять-таки, мы знаем, что Ишуа, он в дальнейшем говорил, что заповедь дана Баламоше по жестокосердию вашему. И, в принципе, вот я с братом Витей мы разговаривали, и, в принципе, если разобраться, в принципе, если разобраться, то разводиться можно только за вину при любодеянии. И, знаете, я хочу, этого вопроса хотелось бы коснуться немножко поглубже развода, но, к сожалению, отсутствие времени, я верю, что будет у нас еще возможность это сделать. И в конце своего комментария я хочу сказать следующее, что мы, как еврейская община, мы не просто так изучаем Тору каждую неделю, да, я думаю, вы весьма благословлены этим делом, я, во всяком случае, очень благословен изучением Торы, и изучаем мы ее по ряду причин, во-первых, потому что мы еврейская таки мессианская община, да, и сегодня мы знаем, что в синагогах изучают, читают Тору, и это есть частью еврейской культуры, мы еврейская община, не правда ли, а во-вторых, я хочу сказать, что у нас есть еще одна задача, и хочу прочитать послание к римлянам, это одиннадцатая глава, четырнадцатый стих, апостол Павел, я начну даже немножко раньше, и он с двенадцатого стиха пишет, если же падение их, это имеется ввиду падение еврейского народа, богатство миру, и оскудение их, богатство язычников, тем более полнота их, и далее через стих он пишет, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них. КОНЕЦ